Девушки отдыхают Девушки отдыхают Планета Сера — далекий, затерянный в галактике мир. Здесь нет нефти, но есть государственные границы. Самое ценное, что есть на планете — эмульсия. Это вещество, способное давать колоссальную энергию. За обладание залежами эмульсии местные государства уже 79 лет ведут беспощадную войну. Чем-то Сера похожа на Землю, чем-то напоминает небольшой ютный европейский городок, правда разрушенный подчистую во время долгой войны. Остатки людей прячутся где могут, в основном в укрепленных обороняемых постах. Но внезапно произошло непонятно. Поверхность планеты покрыли входы из подземных туннелей. Оттуда появились ужасные создания и начали истреблять все живое на поверхности Серы, то есть главным образом — людей. За то, насколько внезапно появились целые полчища монстров, люди прозвали их Саранчой. Как и от земных насекомых, спасения от этих полчищ не было. Позже оказалось, что это целая подземная цивилизация, существование которой люди не подозревали. Ее покой был нарушен, когда для добычи эмульсии люди стали бурить землю. Тогда разъяренная Саранча выбралась наружу, желая лишь одного — истребить весь род людской. Об этой неравной борьбе человечества с подземной угрозой и рассказывает игра Gears of War. Gears of War — это шутер с видом от третьего лица. Все построено на научной фантастике, но не там, где космические корабли бороздят просторы космоса, а лучи бластеров разрывают пространство. У нас в игре научный прогресс ограничивается бензопилой на винтовке. Хотя, конечно, действие происходит в далеком будущем. Вам придется спасать Вселенную от тех ужасных монстров, что вылезли из-под земли. Вы, солдаты, и не должны думать о том, откуда они взялись. Но сражаться приходится, потому что человечество уже зажато на последних островках сопротивления. Поскольку Саранча могла рыть землю и вылезать где угодно, безопасных мест почти не осталось. Стены перестали защищать, если пол мог внезапно провалиться, и из тоннеля появлялись чудовища. Все, кто выжил в первые дни вторжения, отступили на горное плата Джасинта, чтобы иметь под ногами твердый гранит. В отчаянии военные направили боевые спутники для обстрела поверхности Серы. Мощнейшие лазеры выжгли последние остатки цивилизации и ту Саранчу, что не успела спрятаться. В этот период шатка в равновесии, и начинается игра. Люди не могут покинуть плата Джасинта, но и Саранча не может атаковать их с поверхности, опасаясь лазеров на спутниках. Пока не может. Так случилось, что шанс спасти человечество получила четверка друзей, за которых вам предстоит играть. Получится у них или нет, зависит от вас, но тонны крови в любом случае прольются. Играть вам предстоит за Маркуса Феникса. Во время войны за эмульсию он был настоящим солдатом, но однажды отец позвал его на помощь, и Маркус оставил свои позиции и побежал спасать отца. Капрал его, конечно, арестовал. Вокруг война гибнут люди, а ты бросил свой пост предатель. В конце войны, когда человечество уже близко к уничтожению, о нем вспоминают и освобождают. В общем, вот такой засранец. Тип мини. В составе боевой группы Маркус должен строго выполнять все приказы командования. И в конце концов выяснить, можно ли переломить ход войны. Времени не так много. Стало известно, что саранча готовится к последнему сокрушительному удару. В то время как людей, способных носить оружие, почти не осталось. В отряде Маркуса еще трое головорезов. Доминик Сантьяго, лучший друг Маркуса за последние три года. Игра допускает кооперативный режим. В этом случае второй игрок играет за Сантьяго. Дизайн уровней продуман таким образом, что играть интересно за обоих. Как по локальной сети, так и в режиме сплит-скрин. Еще двое — это Берт-механик на все руки и Газ, здоровый детина с пулеметом, сметающий все живое со своего пути. Именно с этой четверкой вы и пройдете по серию в лихие дни. Побываете и в ближнем бою, и за выживание поборетесь, и командование успеете поругать. И даже станете первым, кто своими глазами увидит, до чего довела планету бесконечная война. Действие игры происходит главным образом в городах. Саранча выползла на поверхность, где попала и превратила все в развалин. Везде вы видите следы отчаянных битв против внезапно появившегося врага. Безопасных мест нет. Но сражаться придется не только в руинах зданий, офисах, военных академий и прочее. В конце концов придется столкнуться с врагом на его же территории. Вы попадете в тоннели саранчи, увидите, как они живут и что из себя представляет их цивилизация. Каждый уровень в игре неповторим, как по дизайну, так и по прохождению. С одной стороны, механика почти однообразна. Прибежали, спрятались за колонной, прицелились, всех убили. С другой стороны, скучать не придется ни в одной из пяти глав, на которую разделен сюжет. Каждый уровень — это еще и вызов. Вызов смелости, решимости, умению быстро найти выход из, казалось бы, самой безнадежной ситуации. А чем дальше вглубь вражеской территории, тем сложнее. Любая лобовая атака, даже на простейшем уровне сложности, неизбежно оканчивается гибелью. Как для вас, так и для незадачливых противников. Как и в настоящем бою, продвигаться приходится осторожно, перебегая от укрытия к укрытию. Ну а попадаться на глаза большим и зубастым уж совсем не хочется. Кстати, в большинстве случаев враг делает то же самое и на рожон не лезет. Другая проблема — нехватка боеприпасов. Тот, кто любит выпустить лишний килограмм свинца в любой подозрительный закоул, быстро остается ни с чем. Патроны приходится экономить очень жестко. Зато можно подбирать и использовать вражеские стволы. Благо, шпигуют гадов свинцом они не менее шустро, чем наши родные человеческие. Видов оружия в игре не очень много, но это с лихвой компенсируется их функциональностью. Например, основной автомат снабжен также бензопилой. Пока ваш противник будет только замахиваться прикладом, его уже успеют распилить на дольки. В Gears of War есть стационарный пулемет, есть бензопила, прикрепленная прямо к автомату, есть ракетница с фугасными зарядами. Долбит так, что мало не покажется. Все это вам придется применить против саранчи, которая появляется из-под земли. У них тоже есть своя технология, техника. Например, вместо джипа для передвижения им служит гигантское чудовище, роща туннелей и обвешанное оружие. А ручное оружие саранчи можно подбирать и использовать по своему усмотрению. В качестве усиления отряд Маркуса снабдили поддержкой боевых спутников. Тех самых, что выжгли поверхность Серы. Так что в некоторых миссиях, где спутники будут доступны, саранча будет бегать от вас как черт от Ладана. Да и против боссов лазерная пушка — штука грозная. Как говорится, был королек, стал уголек. Есть такая штука, выглядит как пушка с лазерным наведением. Вы указываете место на земле, и туда долбит лазер со спутника. Выжигает все подчистую. Вы можете передвигать прицел по земле, это очень прикольно делать в мультиплеере. Видно, как враги улепетывают от прицела, который оказывается у них под ногами, потому что это мгновенная смерть. Бой очень часто бывает неравным, а ситуации просто безнадежными. Никогда не знаешь, что за тварь вылезет в следующую секунду. Все, что останется от этих гадов, мы узнаем сразу после рекламы. Не расходитесь. Отряд Гирзофор продолжает борьбу с подземной цивилизацией Саранча на планете Сера. Это безжалостные твари, для которых мы, люди, всего-навсего паразиты. Когда играешь в Гирзофор, не стоит сильно беспокоиться о том, что именно происходит. Ты видишь здоровенных квадратных тварей восьми футов ростом, которые все время прячутся за укрытием. Говорят на языке, который ты не понимаешь, причем их очень много. Одни выглядят как гигантские пауки, которые копают землю, другие летают наподобие разъяренных летучих мышей. Все, что им нужно, это еда. Так что и на вас они смотрят, как на корм. Например, есть уровень, где надо перебегать от одного фонаря к другому, а отойти от света нельзя, потому что в темноте мгновенно съедят. Получается типа пазла, где нужно правильно выбрать маршрут и не попасть в тупик. А в это время, естественно, атакуют враги. Монстров очень много и очень разных. Это вам не какие-нибудь тупые зомби. Мы очень много времени потратили на придумывание разных тварей, на рисование клыков, рогов и прочего, чтобы все они друг от друга отличались и были узнаваемыми. Поиграть в Gears of War стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть всех монстров. Полюбоваться на плоды виртуозной человеческой фантазии. Мало где еще можно увидеть настолько увешанных оружием и мышцами существ. Еще в армии саранчи и самки — это гигантские четырехметровые создания, их зовут берсерки, с паровыми усилителями на ногах. Есть миссия в игре, где нужно пробраться мимо слепых берсерков. Они не видят вас, но очень хорошо слышат и даже чувствуют ваш запах, если вы рядом. Нужно пробираться очень осторожно. Вы понимаете, что нужно спровоцировать берсерка и проломить стену. А все, что есть под рукой — это только бензопила. В общем, это самый страшный, самый адреналиновый уровень в игре. Они принюхиваются, вы их крадетесь, стараетесь отбежать, чтобы вас не задели. А еще интереснее играть в кооперативе. Сначала ваш напарник отвлекает берсерку на себя, потом вы на себя. Но когда, наконец, догадаешься, что именно нужно сделать, то испытываешь неповторимое чувство победы человеческого интеллекта. Не меньше забот доставляют и боссы игры. Каждый из них неповторимый и запомнится геймерам надолго. Вылезающий из-под земли паук размером с трехэтажный дом — это яркое впечатление. Но и оно не сравнится с битвой с Брумаком. Еще когда игра была анонсирована, сердце сжималось при виде ролика. Вот он, Брумак, сердце. А думаете, он там такой один? Не успеешь справиться с одной задачей, как тут же возникает новая проблема, которую опять надо решать. Как прорваться к выходу из оранжереи, как задействовать спутниковую поддержку, как осветить себе путь в кромешной тьме и не попасться в зубы летающим пираньям, как разрушить стену, не имея тяжелого вооружения. И так далее на протяжении всех пяти глав. Мы хотели сделать Gears of War самой захватывающей игрой. Главная беда компьютерных игр — это скукота. Но какая может быть скукота, если вас, например, убивают? Брызги крови разлетаются во все стороны. Это очень бодрит, знаете ли. Или работа бензопилы. Вжиг-вжиг и куски мяса по экрану. Или вот перезарядка оружия. Обычно это скучно. А у нас надо нажать вовремя на кнопочку, и получишь бонус в виде очень быстрой перезарядки. Да еще и стрельба получается более убойной. Да-да, все именно так. Во время перезарядки оружия движется специальный ползунок. Если в нужный момент нажать кнопку перезарядки еще раз, она пойдет чуть быстрее. При этом убойная сила патронов возрастает неимоверно. Но если кнопку нажать не вовремя, то при перезарядке оружие заклинит. В боевой обстановке явление малорадостное, о чем Маркус непременно сообщит вам, используя отборный солдатский лексикон. Так что учитесь регулярно делать перезарядку, товарищи геймеры. Если против ботов еще можно туда-сюда, то против живого соперника не-ней. Потому что в коллективной игре любая сечка — верная смерть. Если что, маловероятно, но все же, во время кампании вы проникли с симпатией к разрушительному делу с ранчи, мультиплеер просто создан для вас. Только здесь вы сможете примерить на себя массивную тушу саранчевого воина. Мультиплеер — это не дуэли, не соревнования. Просто четверо хороших парней сражаются с четырьмя саранчами. Больше всего это похоже на Deathmatch. Есть режим «Захват», основанный на захвате или удержании контрольных точек. Все, конечно, в стиле Gears of War. Прячемся за укрытиями, осматриваем местность и расстреливаем все, что движется. Надо удержать позицию на какое-то время. А поскольку она открыта со всех сторон, очень тяжело оставаться в живых, не прячась за укрытиями. Вообще с мультиплеером вышла такая проблема. За три дня до показа игры оказалось, что мультиплеер работает не так, как надо. Но, мягко говоря, не втыкает. И вот команда сидела сутками всю ночь и весь день, и за два дня фактически мы сделали новый мультиплеер. После этого я понял, что отличие хорошей игры от плохой в нюансах. Вот шлифовки геймплея в правильном подобранном звуке и деталях дизайна. Что получилось в итоге, уже успели оценить пользователи Xbox 360 в 2006 году, когда только вышел Gears of War. И до сих пор он входит в пятерку самых продаваемых игр в истории. Я думаю, что геймерам игра нравится прежде всего потому, что здесь своя, очень глубоко проработанная, очень красивая и по-своему притягательная вселенная. А может быть, дело еще в том, что компания Epic Games, разработчик Gears of War, уже имеет за плечами огромный опыт создания шутеров. Например, серия Unreal Tournament. Тоже их рук дело. Есть какое-то неуловимое сходство между этими играми. Такие же перекачанные мужики, такой же затягивающий геймплей с отточенным до миллиметра балансом и, конечно же, плохие инопланетяне с навороченными пушками. Так или иначе, но Gears of War была признана лучшей игрой для Xbox. Вот лишь неполный перечень ее наград за 2006 год. Лучшая графическая технология, игра года, лучший мужской игровой персонаж, сногсшибательное достижение в мультиплеере и визуальной технологии. И так далее. Нам было очень приятно выиграть кучу наград за лучшую графику и лучший дизайн. И вот Epic Games решила портировать игру на персональный компьютер. Теперь и отъявленные компьютерщики познакомятся с суровым миром Gears of War. В России над переводом игры трудится фирма 1С. Надо сказать, что переиздание игры будет существенно отличаться от версий для Xbox, так что даже владельцы консоли встретят для себя много нового. Версии игры для компьютера включают все, что входило в версию для Xbox, плюс много нового. Например, пять новых уровней в синглплеере, которые продолжают историю. Придется сразиться с Брумаком, которого вы видели в роликах. Я думаю, кто-то будет этому просто счастлив. Новые уровни для мультиплеера, которые выглядят лучше оригинальных. Теперь есть и поддержка DirectX 10. Сама игра стала работать быстрее и поддерживает огромное разрешение экрана. Ну и напоследок пару слов о важнейшем из искусств. Эпическую битву людей с саранчой решено увековечить в фильме, который, похоже, так и будет называться Gears of War. Известно, что весь фильм будет создаваться при помощи компьютерных технологий. То есть актеров будут снимать в пустой комнате, а потом на компьютере дорисовывать декорации и прочую нечисть. Сценаристом выступает Стюарт Битти, известный всем по трилогии «Пираты Карибского моря». Так что есть все шансы увидеть Маркуса Феникса на широком экране в 2009 году. Вот и закончился наш рассказ об эпической Gears of War. Но когда нам предложили посмотреть, как сам создатель игры будет в нее играть, мы не смогли отказаться. Только сегодня и специально для иконы видеоигр игру оценит сам президент компании Epic Games, автор и вдохновитель Gears of War. Но это будет после рекламы. Как оказалось, президент компании Epic Games обожает игры. Специально для нашей программы он согласился продемонстрировать свои успехи в своем же детище Gears of War. Что из этого вышло, смотрите далее. Я начинаю играть с уровня Team Guard. Это часть пятой главы, которая была добавлена в компьютерную игру. Это часть пятой главной версии игры. Вам необходимо отыскать поезд. В нем спрятана световая бомба, которую нужно взорвать. Я не буду рассказывать, как ее отыскать и что произойдет в результате, чтобы не портить вам удовольствие от прохождения. Просто побегаем и постреляем. Давайте посмотрим на игру в действии. Начинаем мы с того, что необходимо пересечь мост. Но пока мы этого сделать не можем. Интересно, почему? А вот хорошее место для засады, чем мы обязательно воспользуемся. Играть на клавиатуре, конечно, совсем не так, как с джойстиком. Но, как видите, это не сказывается на моей эффективности. Баланс управления мы подбирали очень тщательно. Высчитывали скорость движения курсора, время реакции геймера, точность прицеливания. Нифигаси, убили меня. Вы не обращайте внимания, что я держу мышь левой рукой. Вообще-то я правша, но в игрушки играю уже очень-очень давно. Еще с тех пор, когда мышей в помине не было. А теперь мне просто лень переучиваться. Да и некогда. Но зато в нашем офисе я играю круче всех. Меня еще никто не победил. Вот здесь мы устроим еще одну засаду. Видите, отсюда хороший обзор, значит, мы сможем удерживать все направление. Хорошая позиция. Останемся здесь, пока нас не пристрелят. Ух ты, видимо, придется переключиться на легкий уровень сложности. Надо сказать, что многие вещи изменились при портировании игры на компьютер. Например, на контроллере стрельба из снайперской винтовки довольно сложное занятие. Трудно точно прицелиться в мишень, используя только стик джойстика. Зато в компьютерной версии целится одно удовольствие. При помощи мышки. Это очень легко. И теперь не будут в мультиплеере на тебя орать. Ах ты, лузер хрен. Вот этому по-любому придется умереть, потому что его никто не прикрывает. Так, зачистили это направление. Но проверить гранаты никогда не помешает. В Gears of War нет очков жизни. Если вы словили слишком много свинца, экран покраснеет, но достаточно отсидеться, и вы снова готовы идти в бой. Охренеть! Опять убили. Что-то на удивление сложно играть. Неужели эти русские опять перепутали уровни сложности, а? Собой можно носить четыре вида оружия. Две винтовки, пистолет, гранаты. Давайте покажу вам все виды оружия. Это главный автомат, лэнсер. Видите, у него на конце бензопила. Как смачно жужжит, да? Можно привлесить камеру, чтобы проще было цель. Вот дробовичок. Обожаю смотреть, как этот дуро перезаряжается. Конфетка просто. Вот пистолетик. Недаром про него говорят, что это оружие последней надежды. Надежды кого-то ушлепать этой пукалкой. Зато гранаты дают много возможностей. Например, ручное прицеливание. Вроде фантастика, но удобно. В реальной жизни вы же не видите, где она рванет, верно? Бензопила вам пригодится не раз. В том числе, просто когда что-нибудь нужно будет разломать. Про вражеские кости я и не говорю. Обратите внимание, как распадаются половинки врага. Главное в командной игре не забывать прикрывать напарника. В одиночку тут мало чего сделать. Как, меня убили? Да ё-моё, шо ж происходит? Я же поставил самый легкий уровень. Компани! Gears of War — это, конечно, жестокая игра. Именно такая, в которую мы и хотим играть, не так ли? Это игра для настоящих мужиков. Враги очень умные, хотя и не говорят по-английски. У них там какая-то своя тарабарщина. Для меня одна из самых клевых вещей в игре — это камера. Когда бежишь, а камера идёт за тобой, такое впечатление, что ты на войне, а за тобой бежит оператор и просит, ну дай поснимать, дай поснимать. Gears of War выходит на PC под Новый год. Всё, как вы хотели, и даже более того. Плохие парни, большие пушки, море адреналина. Встретимся в онлайне. Сегодня мы спасали людей от нашествия саранчи. Но ровно через неделю мы будем людей убивать. Нет, не потому, что мы так этого хотим. Просто в игре Кейн и Линч «Смертники» по-другому нельзя. Ведь один из этой парочки — психопат, а другой — наёмный убийца. Поэтому при встрече с ними ваши шансы остаться в живых стремятся к нулю. Линч, Линч, Линч! Линч, I need your help here. Snap out of me. Кейн, if they don't kill you soon... He's got a gun! Субтитры создавал DimaTorzok